Привет, листьяне, гости и жители моего сказочного леса. Мы возвращаемся обратно в Калугу из Тумичей, моих любимых. Вот такая у нас дымка, вообще шикарная. Сегодня погода, тепло, но прямо яркого солнца нет. Вот она, Ульяновская дорога. Сворачиваем и go home. Хотя здесь тоже home. Снимать вообще здесь не хотелось. Настолько это интимное место такое родное, что хочется здесь отдыхать, а не снимать. Какие виды, посмотрите. Мы едем, кстати, на папиной машине, чтобы ее отдать в сервис. А свою оставили тут. Настроение хорошее, себя не покажу, потому что я ужасно выгляжу. Я не выспалась, зато наобщались. Посмотрите, полюбуйтесь, какой у меня сказочный лес. Вы сразу поймете, за что и почему я его люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я просто писал гениальный художник, имя которому природа. Здесь все гармонично и круто. Подбор цвета. Телефон не передает. На самом деле картинка темнее и ярче. Вдалеке папоротники. Клены вдоль дороги со своими краснющими листочками. Машины, конечно, ездят. И в такие дали прекрасные. И пока мы будем ехать из Думиничи в Калугу по самому, что ни на есть, сказочному лесу, я хочу вам рассказать, кто такие лесные жители и откуда вообще появилось такое понятие. Итак, поехали! Вот уже несколько лет вы слышите в начале каждого ролика такие позывные «Привет, лесяне, гости и жители моего сказочного леса». Это обращение ко всем-всем-всем, кто нажал кнопку «посмотреть». И я не просто так называю гостей лесными жителями. Неважно, из каких именно лесов вы родом. Думинческие, брынские, брянские, белорусские. Важно, что мы дружны и готовы творить красивые дела. Я говорю не только о творчестве, но и о доброте, о хороших поступках. Лайк, если вы цените доброту других, и напишите комментарий о своём самом-самом-самом добром поступке. Итак, станция Думинчи – это маленький населённый пункт. Не могу сказать деревня, потому что, когда мы учились в школе, для нас было принципиально важно вставлять слово «станция» перед названием Думинчи. Это железнодорожная станция, у нас останавливаются поезда. Дело в том, что у нас есть ещё посёлок Думинчи, районный центр, и деревня Думинчи, которую в народе называют... Я забыла, представляете? Кошмар. Цурки. Якобы немцы назвали так из-за того, что очень красивые женщины жили там, и, единожды попав в Цурки, в деревню Думинчи, остаёшься там, женишься навсегда. Итак, я называю вас Лисянами, потому что вы желанные и жданные гости моего сказочного леса, который сейчас перед вашими глазами. Здесь места дикие, но любимые. Вот очень часто посреди огорода можно увидеть серый хвост. Ой, это самые пугающие меня жители сказочного леса – гадюки. Возможно, да, частенько к нам во двор заползают гадюки, и даже кошки гибли из-за этого. Пугать их вообще бессмысленно. Всё, что говорят шумовые вот эти ловушки, прогонялки – это всё ерунда. Единственный выход – мы убиваем гадюк, которые заползают на нашу территорию, потому что они наглые. Если мы идём по лесу, и гадюка ведёт себя агрессивно, то её, скорее всего, убивают. Если она просто уползает, то нехай ползёт, ничего страшного. Скорее всего, эта история моя будет про завышенную самооценку, деревенское воспитание и вот лесных жителей. Воспринимайте её как байку и не более того. Недавно прочитала такое высказывание. Чаще всего страдают депрессивными состояниями именно люди, завышенные самооценкой. И прям зацепила. Может быть, потому что я из тех простолюдинов, которым чуждо понятие депрессия в медицинском смысле. Ну, то есть у меня не бывает такого, чтобы день-два неделю валяться в постели и думать лишь об одном, что, боже мой, все умрём. И, возможно, не последнюю роль тут сыграло деревенское воспитание и даже лес. Уж там-то точно. Если я объявляю сегодня своей бабушке Тане, которая была узницей в немецком плену, которая живёт сейчас долгую и тяжёлую жизнь, я хотела сказать, горькую местами, но, наверное, у многих так бывает. И вот если ей сказать, что я ушла в депрессию, она улыбнётся, подаст тазик с только что выстиранными руками причём. Потому что бездушные машинки у нас в деревне мало кто до сих пор доверяет, если только молодые и ленивые. И вот этими самыми руками она выстирывает кипенно-белые простыни и скажет «На-ка, деточка, сходи на пруд, порополощи». Потому что там, в деревне, ты права такого не имеешь впадать в любые состояния надолго. Потому что впадая, ты выпадаешь в основном из жизни. Не принесёшь дров и воды, будет очень холодно и не из чего варить еду. Не встанешь в 4 утра подоить корову, молоко перегорит, вымя загноится, ну или как там эти болезни называются, деревенские блогеры поймут. Таким макаром скотина рано или поздно подохнет. Или с пастухом не договоришься, выйдет рогатая кормилица на железную дорогу. У нас такое редко, но бывает и это страшное горе. В лучшем случае штраф, в кавычках, конечно, лучшим, потому что штрафы огромные. В худшем снова потеря, потеря кормилицы. Не вынесешь ведро, будет вонять, хотя вонять в любом случае будет, потому как смотрят тут на всех и на всё. Как оденешься сама, в чём ходят муж и дети, кто на что учился, ухожен ли двор, ровен ли забор, окна – вообще отдельная тема для обсуждения. Чистые стёкла и шторы. Имеются ли цветы? Сколько они стоят? Боже, это вообще ужас, чтобы были не хуже, чем у соседки. Поставишь дешёвые – на клумбе, что ли, нарвала, скажут. Дорогие, вот бариньё даже листочка не предложат. Или не углядишь и порвут на листочке, чтобы у себя укоренить. Потому что воровство цветов в деревне – это вообще нормальное дело, как так и надо. И ладно бы всё было так просто, но нет. Стоит только выделиться, как поползут слухи. То ты грязнуха. Хотя на первом месте на селе всё-таки новости из разряда «А манька-то запила? Чего? Сын где? А прямо с ней кочегарит». Потому трудно мне стало туда ездить. Стоит только выпасть из жизни, потеряться из виду, как слухи нарастают снежным комом. Только не из снега, а из говна. Но и деревни все разные, и в деревнях менталитеты отличаются. Всё-таки мы, окружённые лесами, где раньше орудовали в основном разбойники, да только звери лютые, живём в замкнутом пространстве, которое отражается и на нас самих. Лес нам застит небо, оставляя лишь узкие дорожки из звёзд по высоковольткам и на четыре стороны света. Деревня Вёртная, Дубровка, Чернышина и посёлок. О чём может думать лесной житель? Только о том, что видит чаще всего. Как не заблудиться в делянках, как не провалиться в болотах. Болот у нас очень много, и периодически люди пропадают. Как найти пропитание, как решить с помощью леса, который с рождения наш отчий дом, ежедневно возникающие вопросы. Плотно ли закрыты окна и двери на ночь? Потому что один мужик вышел ночью на двор, а на него напала волчица. Это было в моём очень глубоком детстве. Или как уберечь свою скотину от набегов лисиц, которые деревню нагло считают своей щедрой столовой. В последнее время мои односельчане часто думают о вырубках леса. Это прискорбно. Вы бы видели эти страшные проплешины вместо красивейших рощ, постоянный запах костров, которые добивают корни только что срубленных деревьев. Пугают даже не они, а масштабы происходящего. И всё больше и больше открывающееся небо. Оказывается, оно было не полосками. И как бы ни было, но в деревне все друг за дружку держатся. Помогают. Да, больют грязью с ног до головы, но потом всё равно оставят шанс отмыться. Никто же не запрещает отвечать добром на зло. Улыбаться. Не обращать внимания на слухи. Вы можете оспорить, но мне кажется, что именно такое сложное взаимоотношение между сельчанами в маленьком пространстве деревни, да ещё и окружённой высокими лесами, не позволяет кому-то возвыситься над другими. Просто не дадут загордиться. Ты или как все, и часть социума, или чужак, с которым не каждый даже поздоровается. Кстати, по этому короткому слову здрасте, здравствуйте, сте, можно увидеть всё отношение к себе. И это настолько всё подвижно, что может поменяться очень резко. Сегодня мы дружим с Валерой, это мой папа, а завтра мы дружно дружим против него. Например, потому что отказал кому-то в просьбе, на выполнение которой потратил бы кучу своего времени, сил и даже денег. И почему-то ты всем всегда всё должен. Но я думаю, что в городах всё точно так же. Весело, правда? И когда тут депрессовать, тут для себя жить не успеваешь, надо, чтобы по совести и другим на загляденье. Хоть мне, если честно, всё равно, что говорят за спиной. За родителей только обидно, ведь им приходится всё это выслушивать в магазине, например, или на почте. И всё-таки я никогда не разлюблю свою деревню. Вот за что. Здесь люди умеют просить прощения и извиняться. Рано или поздно. Все по-разному. Но они обязательно приходят мириться. Потому что лес учит держаться вместе. Быть сплочённым, как деревья. И тогда любая буря, гроза, молния – нипочём. Потому что стоящие плотно друг к другу великаны своими спинами, ну, то бишь, стволами, поддерживают собратьев, закрывая ветвями молодую поросль. Потому что лес мудрее и гармоничнее нас. Вообще, желание назваться лесными жителями возникло у меня после поездки на море. В 2017 году мы ездили на Азовское море в город Ейск. И там, поскольку я очень общительный человек, я лезла ко всем знакомиться. Ходила в гости к новым, новообретённым знакомым. И заметила такую особенность, что эйчане, так они себя называют, не считают, ну, может быть, они, да, считают формально себя россиянами. Но они называют себя морскими жителями и как-то держатся поодаль. Мол, вы россияне, а мы тут морские жители, у нас свои проблемы, своя жизнь, свой менталитет. У них, к слову, вот как филолог, я заметила очень много украинских слов в речи. Так вот, они считают себя морскими жителями, живут отстранённо, обособленно, немножко свысока смотрят на отдыхающих, на приезжих. У них своя легенда по этому поводу, я когда-нибудь вам об этом расскажу. И они скептически к нам как-то так относятся. Ну, временные неприятности, трудности отдыхающие. Что с нас взять, кроме денег? И тут я подумала, а почему мы, жители лесных районов Калужской области, да что там Калужской области, всей России, не можем называть себя лесными жителями? Ведь были когда-то племена даже целые, которые обитали в лесах. У нас же тоже свои мифы о соловье-разбойнике, который обитал в Брынском, Брянском, Белорусском лесу. Везде свои легенды. У нас очень много легенд о курганах, о разбойниках, которые промышляли в диких лесах. Да у нас вообще такая культура своя, ну, не отдельная, конечно, от всей страны, но которую можно развивать, позиционировать и строить на этом туризм, как вообще до этого раньше, что не додумались. Я выпустила после моря серию деревянных поделок на тему лесных жителей. Я начала писать рассказы на тему лесных жителей. Ну, в общем, ну, я понимаю, что кто я без поддержки одна такая. Но всё-таки я буду продвигать этот бренд и дальше. Я буду называть вас лисянами. Я буду рада каждому вашему лайку и комментарию, если вы из леса или вдруг жили где-то у бабушки, окружённые лесами. А тайга так вообще лесные жители. Ого-го, там какая культура. Не зря я об этом мечтаю, о том, чтобы туда попасть, поехать. Пишите в комментариях, откуда вы родом. Давайте дружить, давайте общаться. Я вас всех очень люблю. Мне трудно было рассказать вам некоторые моменты. Морально трудно, но я надеюсь, что вы меня поймёте. Если что-то не поймёте, то же пишите. Спасибо вам за внимание, а мы продолжаем смотреть ролик. И раз уж мы заговорили с вами о личном, то хочу вот прямо без подготовки показать вам три маленьких кусочка. Это первый кусочек мамин и папин кот Рыжик, которому в старом доме мало остала кухня. Он в лучшие свои времена весит 10 килограммов. Живёт счастливо, кушает досыта, любит природу. И второй кусочек там без слов, просто под музыку будет сад моей бабушки Тани. Насколько он крутой, этот сад. Насколько крута моя бабушка Таня. Дай бог ей здоровья. Она сейчас очень сильно болеет. И третий кусок обещанное давно уже видео. И Рыжик спит. Вот так, мой малыш. Ему нормально, чё? Да, тебе хорошо, Рыженька? Всё ок? Да, не мешай, не мешай. Спи, малыш. Спи, заяненькая, сладенькая. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Симон» «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прекрасная Калуга Конечно, регистратор лучше запишет, чем я Но все-таки, зато я со звуком Наш Гагаринский мост Если вы заметили, иногда я при словосочетании река Ака называю ее Большая река Это происходит из древних тех племен, которые плыли по этой реке Так вот, считается, что название Ака пошло от них, от слова Йока или Йоку, переводящееся как Большая река И она была, говорят, что в 10 раз больше, чем сейчас А с вами была Леся из Сказочного леса Всем пока!